Он вообще не работал. Он просто лежал на каменьке. У тебя дома не очень веские. Ты говоришь, я не видел, как он работал. Но если по этой логике, то я не видел, как ты работал. И оттуда сделать вывод такой же, как ты делаешь, что ты не работал. Он работал? Да, наверное, работал пять. Он сейчас сказал, когда вы пришли, он уже пять лет собрал. Мы говорили, давай поднимай его ничего. Когда мы пришли на костюр, мне после задания не давали. Не давали на костюр? Да. А там я опять собрал берегу. И знаете, Техней? Андрей сегодня нормально себе вел. Когда ты Техней нашли, все оттитывайте, можно я буду бить? Я уже обращался к старшему и к нему обращался. Смотришь, какой порядок? Он берет, такой замечательный стоять сидит. Техней, у меня, я привез сюда, когда приезжал из дома, привез сюда планшет с большим толстым слоем бумаги. Двухсторонний чистый и односторонний чистый. Вот он все время бьет беспрос. Я один раз заметил, сказал ему, не надо, просто захотел спроси ко мне. Какое? Было? Ну да, но я с удовольствием не знаю. Я тебе сказала сначала, не стал заявлять. Сейчас прихожу, у меня только два чистых лица, все остальные у меня не трогают. Без спроса брать чье-то, это близко к воровству, похищению. Это сильно нехорошо. Значит, ты сколько лицов взял у него? Два. Ну два листа чистых я тебе выдам, то кончить потушим, и все. Видишь, как просто, ты его два листа взял, все это я дам ему. У вас все тут, запрашивайте. А это у нас королевский чистый. У нас королевский чистый. У нас королевский чистый. Давайте чистый. Ну, второго, третьего уже вы не поймете. А цифровый, уже долгий. А цифровый, уже долгий. Десять. В каком порядке? Давай! Так, вот он текел. Ну, давай, давай, показывай. Он посмотрел. Давай. Как первая какая? Вторая. Неправильно. Это вот это вот, восьмое и девятое. Вот, теперь что? Пушка. Третье, пулеметное гнездо. Вот эти вот две, они перед письмом. Пулеметное гнездо, самолет, граната, звезда, Кремль, письмо. То есть вот эти вот перемести сюда, вот эти два. Второе, третье, это восьмое и девятое. И все сдвинутся. Все остальное правильно. Правильно. А это старая версия. Нормально. А ты полезь версию, как. Ну что, давайте колокол бить. Бей! Господи, слава Тебе. Осип всех на Тебя, Господи, уповай. Ты даешь им тысячу его благовремени, отверждаешь, что Ты щедрую Духу, Твою исполняешь всякое животное благоволение. Слава Тебе, слава Тебе и Святому Духу. Да будет миру у нас в лагере. Тебе слава за все, Отец и Святой Дух. Аминь. Сегодня в деревню приехал один мужчина с сыном своим. На косилке косят травы. И в траву все скосили. Я подошел, посмотрел. Это брат того, кто пахал. Но с ним, оказывается, разговаривал Алеша. И мужик, я ему похвалил, как хорошо, что с ним сын в деревне, как хорошо, что в деревне. А он, оказывается, мужик, навострился в Новосибирск. Вот сына туда пристроить надо. Я говорю, что там в городе-то? Говорят, Новосибирск это третий по величине город. Ну, видно, что он старается. Алексей проехал с ним. Показали, я показал, где ямки, где что. А на второй участок заехал, он ему не сказал. Занялся там эти доски раскладывать. Ну, а я просто внимания не обратил. Он заехал на участок, через который проходите мимо, где теплица здесь, когда идете за водой. А мы в прошлом году околокели, там убирали клен. Ну, а клен-то свинек вот такой вот. От него отроски идут. А он решил мужчинам это хорошо сделать, вплотную-то. И его пень-то ударился от пень-то и сломал пилу. Это очень большая беда. Главное, это вина моя. Я занимался тут, сточил, тяпки принесли мне, ножи. И я даже не подумал, что он заедет сюда. А Алеша бросил. Ну, я выскочил, Алексею помахал, он там все складывает доски. Вон прибежал, разбирайся. Тут что, Володя подошел. Мы давай этот пень обхапывать. Он приехал за топором, ломиком. Мы пень убрали, но дела-то уже сломаны. Они там поправили молиться. Надо, чтобы помолиться, чтобы Господь успокоил его сердце, его мужчина. Он как будто так и не волнуется, но все равно. Направили к нему, как надо. Теперь уже начинаем разбирать. Не прав я. А Алеша, ты не прав, что не проехал, не показал. Надо подальше было. Шофер уже косил маленькие клёны. Тоже нам, ну, с кабины, может быть, ему не видно трава или клён. Видите, как нечаянно мы получаем печальные такие действия. Потерять для него это заработок, это его хлеб. Он приехал, косит гектара, сколько там он получает деньги, ему выгодная. Просьба об этих людях, которые попали к нам и которым мы сделали неприятно, не желая этого никакого. Мы помолимся. Чтобы Господь этого человека успокоил, Технику уже выправили. И я надеждаю, что не можно так приятно. Я не знаю, что такое потерять технику, на которой работаешь. Господи, благослови этого человека, делающего добро. Научи нас дорожить тем, что мы имеем, и не посягать на чужое. Ты дивно вели, Господи, как много это нам открывают здесь. Хвала Тебя, слава нас Господу. Хотел ли и наш лагерь форпостов для греха? Чтобы мы строили духовный храм в селе своих. Чтобы в нас обитал Дух Божий. Слава Тебя, Светлый. И твой круг. Смотрите. Смотрите. До обеда Андрюша походил на веревочке. И говорит, ни одного нарушения не было. Видите, какие у нас лекарства? Ну, еще он тебя не обижал? Нет. Нормально. Он давай просить, чтобы отпустили его. Я говорю, нет. Ты обижал нас, обижал маленьких. А Ося к Набе пришел к бабе Набе. Его тут не было. Ося, это Грой, Ося. Не было. Мы как будем поймать его, задержать? А если брат его? Мы должны допросить его и наказать. А если ему брат будет, как бить? Брат, Вене. Он не будет прижать? Не будет, Вене. Зачем он будет прижать? Они с ним управиться не могут, не занимаются. Как? Мы вынесем решение, тогда его не пускать. Наши дети неприкасаемые. Вообще неприкасаемые. Это личность. Ара, садитесь на стол. Давай. Так, не просите пока. Вот так, брат. Вот так. Ара, садитесь. Ара.